МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Трагедия вместо отдыха. Житель города утонул в карьере. Автомобилистам на заметку в силу вступили новые поправки в административный кодекс. И боевая готовность. В Газпромнефтеноябрьскнефтегазе прошли соревнования добровольных пожарных дружин. Трагедия. Обернулся отдых на карьере-миллионник для одного из жителей города. Вчера, купаясь в водоеме, в котором купаться запрещено, мужчина утонул. Его тело из воды достали спасатели. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело погибшего отправлено на экспертизу. Ее результаты покажут наличие или отсутствие в крови погибшего мужчины алкоголя. 28 июля 2013 года в дневное время в следственный отдел по городу Наябску поступило сообщение о том, что в карьере первом на промышленной зоне города Наябска утонул мужчина. По прибытию на место следственная оперативная группа информация была подтверждена. Действительно, в воде карьера было обнаружено тело мужчины 68-го года рождения, без признаков насильственной смерти, но погибшего в результате утопления. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Еще один мужчина чуть не утонул в озере Светлом. В субботу днем медикам, дежурившим на городском пляже, пришлось спасать 38-летнего жителя города. Отдыхающий, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, решил поплавать и чуть не утонул. Сотрудники скорой на месте оказали ему первую помощь, после чего другая бригада доставила мужчину в приемное отделение ЦГБ. На момент прибытия в больницу его состояние медики оценивали как средней степени тяжести. В случае беды, если необходима помощь медиков, есть два номера, по которым можно звонить с мобильного телефона. Это либо 112, телефон Единой службы спасения, либо 030. В этом случае вы позвоните непосредственно на городскую станцию скорой помощи. Абонентам Билайна и Ютелла необходимо набирать 003. Также медики просят, чтобы люди, которые просят их о помощи, не бросали сразу трубку, а как можно дольше оставались на связи. Это необходимо для того, чтобы у врачей была возможность узнать всю необходимую информацию. К примеру, бригаде скорой важно знать, к кому конкретно они едут, к молодой девушке или к пожилому мужчине. Более подробную информацию о правилах вызова скорой помощи можно прочитать на официальном сайте ноябрьской станции скорой медицинской помощи. Своевременная помощь медиков понадобилась сегодня ночью пострадавшим в ДТП. Страшная авария произошла на 236-м километре трассы Сургут-Салехард. Столкнулись автомобили Форд Мондео и Хюндай Старекс. Двое мужчин, водитель Хюндай и пассажир Форда, погибли. Еще три человека, в их числе и 14-летняя девушка, пострадали. На место происшествия выезжали сотрудники госавтоинспекции с Ургутского района, так как это территория Хмао, пожарная, которая базируется на Холмогорском месторождении, и наши медики. Как нам удалось выяснить, в Старексе ехала семья. Муж, жена и их дочка возвращались в Таркас-Алле из отпуска. А в Форде находилось двое мужчин, по предварительным данным это жители Муравленко. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства автокатастрофы. Как сообщается на портале правду.ру, уже известно, что водитель Форда выехал на встречную полосу, где и врезался в микроавтобус. В три часа ночи поступил вызов о ДТП в сторону Сургута от Карамовки, примерно километров 20. И сказали о том, что там три пострадавших. Сразу выехало две бригады скорой помощи по прибытию. Две машины столкнулись, по-видимому, лоб в лоб. Травмы были у женщины, которые направлялись со стороны Сургута в Таркас-Алле. У женщины была травма с закрытым переломом средней трети бедра со смещением. И также у ихнего ребенка была ушиб позвоночника с закрытым переломом спинки носа. Пострадавшие доставлены все в приемное отделение ЦГБ. Травмы такой, средней степени тяжести, я бы даже сказал, тяжелые травмы. Ну и для дальнейшего лечения. Житель Ноябрьска, сопротивляясь аресту, покусал полицейского. Совершивший административное правонарушение, молодой человек категорически отказался проследовать с полицейскими патрульно-постовой службы. Когда стражи порядка попытались применить силу, нарушитель укусил одного из них за руку. К слову, это далеко не единственный случай нападения на блестителей правопорядка. Не далее, как на прошлой неделе, житель Ноябрьска и вовсе пустил в ход кулаки. Под горячую руку попала инспектор по делам несовершеннолетних. Агрессивно настроенный хозяин квартиры, куда женщина-полицейский отправилась по служебной необходимости, ударил ее по лицу. В отношении обоих нарушителей следователями возбуждены уголовные дела. Оба преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. И к моменту возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий с уже обвиняемыми они оба раскаялись и готовы принести свои искренние извинения пострадавшим сотрудникам полиции. Однако уже поздно дело возбуждено, и они понесут заслуженное наказание. Сегодня заместитель начальника Ноябрьской госавтоинспекции, капитан полиции Денис Гуляев встретился с представителями средств массовой информации. Поводом для встречи стало то, что с 25 июля вступили в силу сразу несколько важных пунктов закона, который целиком начнет работать с 1 сентября текущего года. Так уж решили законодатели. Отдельные поправки начнут работать на месяц раньше остальных. Например, по скоростному режиму. Это касается превышения скорости. Первая часть исключена, и превышение скорости у нас фиксируется только при превышении от 20 км и выше. То есть, если вы превысили, как раньше, на 10-15 км, вас, соответственно, штрафовать никто не будет. Еще одно важное нововведение, которое уже работает, касается пресловутых разрешенных промилле. Если раньше было нулевое положение, и там погрешность 0,05 промилле, то сейчас идет у нас 16 мг в выдыхаемом воздухе. Это, по-моему, если не ошибиться, 32 промилле. И, соответственно, люди, которые будут задержаны сейчас уже с таким промиллями в выдыхаемом воздухе, они уже не будут подвергаться административному взысканию. И впервые в российской практике данный закон будет иметь обратную силу. Если ранее люди были задержаны, и у них показания прибора были меньше положенного, соответственно, с 1 сентября, но только после 1 сентября, они могут обратиться в суд для того, чтобы вернули водительское удостоверение. На собрании Денис Гуляев затронул и достаточно актуальный вопрос, касающийся мотоциклистов, которые носятся по нашим улицам, порой не замечая никого. Одного такого гонщика полицейские задержали, и оказалось, что двухколесная машина, на которой рассекал нарушитель, находится в международном розыске. Сейчас на данный момент мотоциклист одного задержанного стоит на стоянке, все задержали, документов нет, есть какой-то договор непонятный. Начинаем пробивать, запросы сделали в розыске в интерполе, мотоцикл украли в Италии. Каким образом он к нам в город попал, тоже неизвестно, сейчас будут разбираться. Сейчас запрос в интерпол ушел. Впрочем, как признают в ноябрьской госавтоинспекции, ситуация с владельцами двухколесного транспорта достаточно сложная. И сейчас ведется поиск оптимального решения проблемы. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. Новости нашего города. Это означает, что силы и средства работают в повышенном круглосуточном режиме. На данный момент угрозы населенным пунктам, социально значимым и объектам экономики не существует. Сегодня, 29 июля, в 15 часов прибыл борт ИУ-76 МЧС России в аэропорт города Сарихарда. Самолет планируется задействовать в тех местах, куда из-за высокого задымления доставка пожарных десантных групп пожаром невозможна. Его мощность составляет 46 тонн воды, полоса покрытия пожара в 60 на 80 метров. В ноябрьске горела остановка. В воскресенье днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в остановочном комплексе школы номер 13, расположенного по улице Высоцкого, произошел пожар. Через 5 минут огнеборцы были на месте вызова, но их помощь не понадобилась. Очевидцы потушили огонь своими силами. Предварительная причина пожара – поджог. Ущерб и виновное лицо устанавливаются. В режиме боевой готовности в «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» прошли соревнования добровольных пожарных дружин. Для участников подготовили непростые испытания. Кто стал лучшим, узнала Ксения Епишева. Итак, свисток и соревнованиям «Донстарт». В этом году в состязании добровольных пожарных дружин приняли участие 11 команд. В общей сложности 55 человек. Расслабиться под жарким летним солнышком у конкурсантов времени не было. Облачившись в спецодежду, добровольцы приступили к первому этапу. Им нужно было покорить полосу препятствий. На первый взгляд задание пустяковое. На самом же деле все не так просто, как кажется. Давай, давай! Многим такие испытания знакомы. Некоторые команды участвуют в соревнованиях уже не первый раз. Сложнее всего новичкам. В этом году команда аппарата управления впервые приняла участие в соревновании добровольных пожарных дружин. Берусь ответственность, я ощущаю. Я думаю, так как наша команда в первый раз участвует в САУПО, то думаю, сильно нас не будут за это ругать или критиковать. Как только закончилась эстафета, участники приступили к следующему этапу. На время нужно было облачиться в спецодежду пожарного. Причем в соответствии со всеми правилами. Здесь судьи строго следили за малейшую ошибку штраф плюс 5 секунд. А это существенно влияет на показатели команды в этом конкурсе. А это один из самых зрелищных этапов соревнований – тушение горящей жидкости. Здесь важно управиться как можно быстрее огнетушителем, сбить пламя и успешно финишировать. Неописуемо жарко в такую нашу летнюю жару в ноябрьске. Но при всем при этом дает большой опыт. Не дай бог с кем-то из наших коллег или друзей случится такое. И я могу с гордостью сказать, что смогу нынешнее знание применить в прямом действии. Итак, три этапа позади. Участники всерьез готовятся к одному из самых тяжелых заданий – тушению фонтанной арматуры. Надо сказать, обстановка мгновенно накалилась. Последнее, что должны были сделать участники соревнований – продемонстрировать судям оперативность в боевом развертывании. К слову, этот заключительный этап – как показатель сплоченности команды. Ведь от их совместных усилий зависит конечный результат. Самое сложное – это волнение. А остальное – все. Все как полагается. Итак, испытания подошли к концу и судьи объявляют результаты. В этом году абсолютным победителем соревнований среди добровольцев стала команда ЦППН-1. Победители завоевали не только почетное звание куба. Команде полагается денежное вознаграждение. ЦППН-1! Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Западно-ноябрьское месторождение. Луч света в темном царстве, если и мелькнет, то не раньше, чем 1 августа. Уличное освещение в Ноябрьске должно появиться в начале последнего месяца лета. Об этом в нашей программе сегодня рассказали в пресс-службе администрации. На недостаточное освещение уже давно жалуются многие автомобилисты. Нередко тьма, сгустившаяся над городскими дорогами, становится причиной тревожных сводок ГИБДД. На этих кадрах, в нашу программу их принес один из жителей города, отчетливо видно, что не видно ничего. На проезжей части из ниоткуда появляются пешеходы, встречные автомобили, светом фар ослепляют водителя. Здесь уж, что называется, как повезет. И тому, кто переходит, и тому, кто за рулем. Накануне страна отметила день военно-морского флота. На кораблях и субмаринах вдали от малой родины проходят службы в том числе и жители нашего региона. В частности, в Севастополе, где базируется десантный корабль «Ямал», сегодня побывала председатель окружного комитета солдатских матерей Людмила Буряк. Мы связались с главной солдатской мамой региона по телефону. Вот что она рассказывает о том, как прошел праздник. Вчера прошел парад. На параде присутствовал и Владимир Владимирович Путин, и президент Украины, и Мукович был. Прошел красочно, очень красиво все было. И наш большой десантный корабль «Ямал» также участвовал в параде. Пообщались, сидели, поговорили. Нормально, это хорошо. Все нормально. Знаете, никаких вопросов, таких сложных вопросов команды у меня нет. То, что ребята рассказали, я думаю, сегодня по заключению, по итогам поездки, мы сегодня встретимся с командиром, с командиром обсудим все. И в завершении выпуска новости спорта. Стартовый матч третьего тура премьер-лиги между «Зенитом» и «Кубанью» в Санкт-Петербурге завершился в ничью. 1-1. На гол вышедшего на замену Андрея Аршавина, который завершил атаку с участием Дани и Александра Киржакова, гости ответили курьезным мячом Георгий Букура, подставившего ногу под удар Евелина Попова. Попов раскачал финтами Тимощука в центре и пробил. Ладыгин полностью все контролировал, но мяч стрикошетил от ноги Букура и отлетел в левый угол, когда вратарь уже начал заваливаться в правый. Ничья и «Зенит» после третьего тура расположился на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 4 очка. И на сегодня это все. Смотрите новости нашего города по будням в это же время. А я с вами прощаюсь. До свидания. АЗС Газпромнефть. Надежный ориентир. 30 июля в Сельхарде переменная облачность. Ветер северо-восточный, температура 19 градусов тепла. В Муравленко преимущественно без осадков. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура 20 градусов выше нуля. В ноябрьской облачной возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура плюс 22 градуса.